Время новостей на телеканале ЛАБА в студии Татьяны Чистого. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Лабинский район защищается от ящера. На въездных дорогах установлены дисбарьеры. С 17 лет он рассказывает о спорте в Лабинском районе, а сегодня Юрий Рябовов дал интервью нашей телекомпании. Лабинская молодежь приняла участие в приключенческой игре «По-Лабински стильно, быть здоровым, жить активно». Ящер, который обнаружен в Карачаево-Черкесской республике и Мостовском районе, держит в напряжении соседней территории. Лабинский район вошел в угрожаемую зону, поэтому власти уже в течение нескольких недель мобилизовали все силы, чтобы не допустить проникновения вируса. Глава города проводит очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На повестке дня мероприятие по недопущению опасного вируса на территорию Лабинского района. Александр Сачиков просит ДПС и ГИБДД усилить контроль на дорогах за перемещением скота, следить, чтобы животные не гуляли свободно возле трасс. Опасность ящера нельзя недооценивать. Это даже не африканская чума. Я вам привожу свежий пример. Вчера я с ним разговариваю, люди уже к нему пришли, говорят, куда молоко девать. А мы власть с вами. Ветеринарные инспекторы проведут дополнительные занятия с дорожной инспекцией. Важно, чтобы бдительность не теряли и жители поселений. Необходимо информировать представителей власти о малейших подозрениях на ящер и о случаях неправильного содержания крупного рогатого скота и других парнокопытных. Люди решают все. Просьба где? Вот то, что я говорил. Значит, провести инструктажи, четко отработать все варианты. С людьми где-то надо останавливаться. У вас инспектора сознательные люди остановился, около стада где-то, спросил, а как про ящер слушали, не слушали. Если вдруг не слышали, значит, позвонить главе надо сказать тогда. Вот так и так. То есть они имеют полный выход. Это такая ситуация, когда угрожаемая ситуация. В этой угрожаемой ситуации по малейшему признаку он должен поставить власть в известность. Где по этому фактору то или другое не так делается. Поэтому это только с людьми можно. Сами мы здесь ничего не сделаем. Главный ветеринарный врач района обращает внимание жителей на требования, которые необходимо соблюдать в период карантинных мероприятий. Уважаемые жители Лобинска и Лобинского района, в связи с сложной эпизотической обстановкой на территории Мостовского района, Республика Карачаева Черкесии, а именно в Мостовском районе, значит, три неблагополучных пункта по ящеру. Это поселок Андрюки, поселок Соленый, поселок Псибай и Групский район Карачаева Черкесской республики. Сегодня Лобинский район находится в угрожаемой зоне. В связи с этим хочу дать рекомендации, что необходимо сделать, чтобы не занести вирус ящера на территорию Лобинского района. Это прежде всего прекратить все хозяйственные связи с неблагополучными территориями по ящеру. Запрещен ввоз животных всех видов, птицы, продукции животного и растительного происхождения, молока, кормов из Мостовского района и Карачаева Черкесской республики. Ограничить посещение неблагополучных территорий Мостовского района и Карачаева Черкесской республики. Провести стопроцентную вакцинацию восприимчивого поголовья животных во всех хозяйствах всех форм собственности. Животных, привитые вакциной против ящера, запрещено подвергать убои в течение 21 дня. Рекомендуем животных поставить на стоилое содержание. Бесконтрольный выпас запрещен. Выпас животных проводить под контролем пастухов вдали от автомобильных дорог на расстоянии не менее 10 км от неблагополучных пунктов. Не проводить водопоение животных в реках. При входе в помещение, где содержится животное, установить дезинфекционные коврики для предотвращения заноса инфекции. Заправлять 4% раствором фармандигида или другими препаратами активными к вирушию ящера. Ограничить доступ посторонних людей на территории ЛПХ и ферм. Организовать охрану заготовленных кормов, сена, соломы от доступа домашних и диких животных. Проводить борьбу с мышевидными грызунами. Приобретение скота проводить в благополучных по заболеванию местностях с ветеринарными сопроводительными документами. Перевозку животных осуществлять только по согласованию с государственной ветеринарной службой. Запрещена реализация сырого непастеризованного молока на рынках Лобинского района. Перевести объекты животноводства на режим работы предприятий, исключающий занос вируса ящера. Это постоянная работа санпропускников, парафромалиновых камер, въездных дисбарьеров, огораживание территорий ферм. Обеспечение обслуживающего персонала спецодежды и спецобувью. При появлении первых признаков заболевания животных ящерам необходимо срочно обратиться в ГБУ управления ветеринарией города Лобинска по телефону 311-61, 311-70 или на ветеринарный участок поселения. 2 июля – Международный день спортивного журналиста. Отмечается он с 1995 года. У нас в районе яркий представитель этой профессии Юрий Рябовов. В течение 17 лет он ведет спортивное обозрение на телеканале Лоба. У него мы узнали, насколько шагнул лобинский спорт за последние годы. Свой профессиональный праздник Юрий Рябовов отмечает на рабочем месте. Мы его застали в спорткомплексе «Олимп». Каждую среду в эфир телеканала Лоба выходят выпуски таймаута, подготовленные Юрием Ивановичем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск «Женедельного спортивного обозрения таймаут», который представляет его управление физической культурой и спорта Лобинской районной администрации, администрация Лобинского городского поселения. С вами ведущий Юрий Рябовов. О наиболее значительных событиях из мира спорта жители района узнают из уст обозревателя уже в течение 17 лет. Как сам признался, за эти годы он ни разу не был в отпуске. Хоть и говорят, что незаменимых людей нет, но Юрий Рябовов незаменим, ведь он единственный спортивный журналист в Лобинском районе. Юрий Иванович, как в вашей жизни произошла встреча со спортом и с журналистикой? Со спортом встреча произошла. В нашем детстве главным видом спорта был футбол. В 60-х годах, когда уже, так сказать, появилось сознание, в Майкопе занимался секцией футбола. Неплохо вроде занимался. И вот так вот всю жизнь оказался связан именно с этим видом спорта, с футболом. Ну и не только с футболом. И поиграл довольно много. Но спасибо одному доброму человеку, Калешину Виктору Николаевичу, который, что называется, силком меня притянул к судейству футбольному. Мне это здорово помогло в плане расширения и знаний, и общения с людьми. Ну и вот на этом фоне, когда 17 лет назад организовалась телекомпания ЛАБА, 1 апреля день рождения у вас, а у нас передача Таймал день рождения, 6 августа, буквально через каких-то несколько месяцев, Мирошниченко Виктор Георгиевич, начальник управления физкультуры и спорта, вынес такую идею, предложил. Ну и я взялся за это дело. Конечно, было трудно, сразу боязно, писал тексты длинные, чтобы не сбиваться. А потом понял, что не надо ничего выдумывать, нужно просто разговаривать тем же обычным бытовым языком с людьми, как общаешься не только с экрана, но и в жизни. И так вот уже 17 лет связан с этим делом. Тут, я считаю, для того, чтобы быть таким вот, ну, спортивным журналистом, скажем, тут надо очень намного наступить, перешагнуть. Конечно, семья не была обделена, но жена обижалась порой, что вот тебе твои съемки дороже, чем там что-то с семьей провести время. Ну, она все это понимала. Сейчас вот, я считаю, только один вид спорта, который я никогда не снимал и не показывал, ну, не говоря уже о ледовых, это спортивная рыбалка. А так вот буквально все виды спорта, которые культивируются у нас в Лобинске, в районе, обо всех соревнованиях получались репортажи. И особенно первое время меня это просто очень трогательно было. Люди, незнакомые совершенно, на улицы подходили, благодарили, говорю, за что? А ты моего внучка показал, а ты моего дочку показал, какие они вот спортивные там. Это, знаете, просто душу трогало по-доброму. Интересно. Ну и, конечно, надо этому отдаваться полностью. Как говорится, фанатизм должен быть здесь обязательно присутствовать. Какие-то, может быть, курьезные случаи за время работы происходили? Ну, самый, пожалуй, такой забавный случай, это когда на зимнем чемпионате города по мини-футболу, снимаю футбол, прекрасная игра вратаря из станицы Владимировской. Он объявляется лучшим вратарем этого тура, выходит передача в эфир, и на следующем туре он подходит и с обидой говорит, Иваныч, зачем ты меня показывал? Я говорю, что такое, ты же был лучший. Да я ж лежу в больнице, из больницы сбежал. А дома родители, теща посмотрели эту передачу, увидели, что я вместо больницы в футбол играю. У меня дома были неприятности. У кого из наиболее титулованных спортсменов вам приходилось брать интервью? Мне посчастливилось просто, я считаю, когда мы ездили на открытие в Краснодар спорткомплекса «Олимп», и там я брал интервью Владимира Бесчастных. Это лучший бомбардир сборной России по футболу. И так понравилось мне с ним общаться. В общем, тогда еще был помоложе, вроде бы какой-то страх был. А когда заговорили, разговорились, никакого страха, никаких сдерживающих моментов. Так что попадались и вот такие знаменитые люди на моем пути. Юрий Иванович, как вы оцениваете развитие спорта в последние годы у нас в городе и в районе? Ну просто разительнейшие перемены происходят в спортивной жизни. Шикарные базы стали, очень много инвентаря. Что такое шесть спортивных школ для такого маленького провинциального городка, как Лобинск. Это очень хорошо. Конечно, это не сказать, что предел, может быть и больше надо, но на данный момент просто здорово. И вот удивляет, и благодарность испытываешь к руководителям города, района, которые обращают внимание именно на спортивные базы прежде всего, потом на подготовку спортсменов. Когда на каких-то турнирах, да не на каких-то, на чемпионах мира, Европы, российских турнирах звучит, что победитель из города Лобинска, ну это же просто чувство гордости наполняет душу. Какие из видов спорта в нашем районе, на ваш взгляд, сейчас наиболее перспективные? Вы знаете, очень здорово сейчас подвинул планку, поднял планку вверх. Нечаев Александр Германович, это волейбол. Все виды волейбола, пляжный, классический, постоянно в призерах. Уже порой приезжают со вторым местом с чемпионата края, там, с турнира российского. Второе место уже обидно, мальчишки всегда хотят быть первыми. Сейчас, считаю, футбол очень хорошо двигает Коржов Павел Николаевич. Со своими соратниками, результаты тоже растут. Ведь когда такое было, ну лет 15-20 назад, лобинские команды, юношеские и детские, никогда в призерах не были. А сейчас каждый год чемпионы края есть. Ну и нельзя не сказать о других игровых видах спорта. Олимп, я считаю, что пройдет еще 2-3 года, даст хороший, шикарный результат. И ручной мяч, и баскетбол. Бадминтон Николай Семенович Филь очень хорошо этим занимается, тоже вкладывает всю душу в детей. Борцы у нас хорошие. Дзюдо – очень хороший тренерский состав. Это и Ногоев, и это и Абрамян, это и Ароновская, и другие ребята. Дзюдо – это, знаете так, образно сказать, сладкая конфетка, которая всегда дает хороший результат. Юрий Иванович, знаменитый лозунг «Не забывайте заниматься спортом». Как он появился? Вы знаете, эта фраза пришла так немножко спонтанно, потому что в то время, когда мы начинали, ну, была передача «Футбольное обозрение», которую вел Перетурин. Он говорил, там, «Не забывайте о футболе». Там Гусев говорит, берегите себя. И мы подумали с Викторием Георгиевичем, какая-то должна быть своя фишка, чтобы запоминалась. Ну, и вот так родилась эта фраза. «Не забывайте заниматься спортом». И я всегда обращаюсь ко всем с экрана, это лозунг нашей передачи. Дорогие друзья, не забывайте заниматься спортом. Спорт – это здоровье. Юрий Иванович, желаем вам еще многих-многих лет плодотворной работы и желаем вам все-таки попасть однажды на соревнования по спортивной рыбалке и снять о них репортаж. Спасибо. По-лабински стильно, быть здоровым, жить активно. Под таким названием в Лабинске прошла молодежная приключенческая игра среди команд детских дворовых площадок. Ее устроили Управление по делам молодежи и Центры досуга молодежи «Портал». Подробности в материале Карины Огонян. Активно, жизнерадостно и ярко. Так лабинская молодежь предпочитает проводить свой досуг. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в городе состоялась молодежно-приключенческая игра «По-лабински стильно, быть здоровым, жить активно». В рамках Международного дня борьбы с наркотиками проводился также конкурс плакатов на антинаркотическую тему и конкурс стихов. Сегодня будут награждены победители этих конкурсов, которым будут вручены ценные подарки и грамоты. В представленных на конкурсе рисунках и стихах отразилось отношение подростков к наркотикам. И радует то, что отношение – это самое негативное. Наиболее активных юных художников и поэтов наградили грамотами. Размещенные на площади стенды с творческими работами и полезной информацией антинаркотического содержания привлекали внимание подрастающего поколения. Здесь можно было узнать, насколько вредны наркотики и как защитить себя от этого пагубного пристрастия. Не обошлось и без музыкальных выступлений – ярких и зажигательных. После напутственных слов и небольшой разминки ребята, зарядившиеся энергией, разделились на команды. Одни боролись за победу, другие же в качестве группы поддержки оказывали моральную помощь. Прыгали, бегали, танцевали, одним словом, активно отдыхали. Радости не было предела. Море конкурсов и интересных заданий, фантазия била через край. Каждый здесь получил заряд бодрости и энергии. А значит, цель достигнута. Ведь спорт и движение – это лучшая альтернатива всем вредным привычкам. Карина Огонян, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». А теперь с прогнозом погоды нас познакомит Ирина Бирюкова. Ирина, какая погода ждет нас в среду? 3 июля синоптики обещают облачную погоду и осадки. Подробнее через несколько минут. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин